Друзья мои, уважаемые подписчики и те парни и девчонки, кто еще не подписан, всем привет! В самом начале этого видео хочу напомнить, что вчера, именно 8 ноября, стартовали продажи смартфона Redmi Note 8T. Первыми странами, где появился этот смартфон, стали Италия и Испания. Я отмечу, что 13-го вам появится в продаже во Франции, 15-го в Германии, а затем и в наших странах. Но впрочем, об этом я уже рассказывал в предыдущих видео, но там я забыл упомянуть об одной детали, о которой вы должны знать обязательно. На самой презентации нам рассказывали о версии 4.64 и о ее стоимости в 199 евро. Но мне также стало известно, что 4.64 это не единственная конфигурация смартфона, будет еще несколько и в разных странах цена на одну и ту же конфигурацию будет разной. К примеру, существует конфигурация с 3 гигабайтами оперативной и с 32 встроенной памяти за 179 евро. А также имеется и самая старшая версия 4 гигабайт оперативной и 128 накопитель за 249 евро. Ребят, в очередной раз хочу напомнить, что Redmi Note 8T от обычной восьмерки отличается наличием модуля NFC для бесконтактных платежей и быстрой 18-ваттной зарядкой. Друзья, кстати, хочу отметить, что данный ролик выходит при поддержке наших друзей и компании 1xbet. Уверен, что многие из вас знают, что это надежный широкий выбор событий и гарантированные моментальные выводы. Переходите по ссылочке, закрепленной в комментариях, регистрируйтесь и получайте крутые бонусы. А специально для моих подписчиков действует промокод MOBILE, благодаря которому вы можете получить 6500 рублей на первый депозит. Друзья мои, а следующая новинка от Xiaomi больше подойдет любителям веломототехники. Это электрический скутер Malinx, который комплектуется двумя съемными аккумуляторами, которые в свою очередь на полном заряде способны обеспечить владельцу этого скутера запас хода до 150 километров. Но опять же, как будете давить на газульку. Максимальная его скорость 55 километров в час. При скорости 25 километров в час он способен проехать 145 километров. Соответственно, чем выше скорость, тем меньше расстояние. Но при этом не забудьте учитывать ваш вес. За свой уникальный дизайн он удостоился немецкой премии. Очень прост в управлении, а также способен отправлять уведомления на ваш смартфон. А при помощи специального приложения вы всегда будете знать, где он находится, в каком состоянии его аккумуляторы. И если вдруг ваш электроскутер захотят угнать, вы об этом узнаете первым. Новый смартфон от Xiaomi. Xiaomi Mi CC9 Pro, который в Европе стал называться Mi Note 10 и неплохо вырос в цене. Напомню, базовая конфигурация обойдется в 550 евро, а самая старшая в 650. Повезет тем ребятам, кто живет в Украине. У них самая низкая стоимость на эту новинку. Базовая конфигурация 527 евро, а самая старшая 580 евро. Продажи смартфона еще не стартовали, но те, у кого он есть, хвастаются отличными фото в сети, которые были сделаны на основную камеру Mi Note 10. Напомню, основная особенность этой новинки пентакамера, то есть основная камера состоит из 5 сенсоров, где основной 108 мегапиксельный сенсор разработан совместно с компанией Samsung. Ребят, на самом деле основной сенсор здесь на 27 мегапикселей, но благодаря технологии SuperPixel, которая способна объединить 4 пикселя в один, получаем основной сенсор разрешением 108 мегапикселей. Все остальные технические характеристики этой новинки у вас на экране. Друзья мои, только хороших людей вам на вашем жизненном пути и хороших выходных. Увидимся.